Молекулярные каналы Транспорт ионов через клеточные мембраны Причем транспорт пассивный В данном случае там нет никакой Этой фазной активности Это просто под действием электрохимического градиента Ионы через эти молекулы Ходят туда-сюда через клеточные мембраны Вот несмотря на такую Казалось бы простоту Ионные каналы играют Очень большую роль в современной фармакологии Если мы возьмем Просто вот Весь набор Фармакологических агентов Которые на сегодняшний день используются То вот по популярности Их молекулярных мишеней Ну конечно на первом месте стоят Рецепторы сопряженные с железной белками Это так сказать совершенно Вне всякой конкуренции Это основные регуляторные пути Но вот на втором месте По популярности среди фармакологических агентов Устойчиво стоят именно Ионные каналы Потому что это тоже пути сигналинга Из внешней среды в клетку Ну и потому что вся быстрая нейрофизиология Стоит именно собственно говоря на Ионных каналах Это самые быстрые сигнальные пути Если рецепторы сопряженные с железной белками Они очень чувствительны У них огромный коэффициент усиления И большая длительность передачи сигнала А то фишка Ионных каналов Это то, что они работают очень быстро Потому что там 10,6-10,7 оборотов субстрата Ну в данном случае Ионы Ну никакой другой белок не делают Все остальные значит на 2-3 порядка медленнее просто Чем Ионные каналы Именно поэтому значит быстрая нейрофизиология Это всегда практически Ионные каналы Значит Интерес к этой теме вот именно сейчас Потому что вот только в 2000-х годах Мы начали понимать Как эти Ионные каналы устроены Именно как молекулы То есть это все благодаря успехам двух методик Это первое значит это Рентгеноструктурный анализ Вот первые рентгены Ионных каналов Появились в конце 90-х И дай бог память По-моему в 2002-м или 2003-м Значит Родерик Макинон За это получил Нобелевку по химии Да Редкий вообще сам по себе случай Когда от открытия до вручения Нобелевки Там проходит меньше 5 лет То есть настолько это было всем очевидно и понятно Какого класса это прорыв Мы так сказать вошли собственно говоря В структурную эру Значит отделение структур Ионных каналов И дальше эти рентгены пошли большим таким прямо вот валом И последнее десятилетие характерно тем Что к рентгеноструктурному анализу добавилась Криоэлектронная микроскопия высокого разрешения То есть сейчас есть два очень мощных метода С помощью которых мы можем получать Собственно трехпространственные структуры Ионных каналов просто в атомарном разрешении И естественно вот под влиянием этих структур Идет последние вот эти десятилетия Огромная ревизия всех тех данных концепций и гипотез Которые существовали вот в эту доструктурную эпоху Ну и что мы собственно Как мы себе представляли ионные каналы в доструктурную эпоху Ну вот прежде всего так сказать Было представление о классификации ионных каналов По механизму их активации То есть там рассматривались потенциал чувствительные ионные каналы Легант чувствительные ионные каналы Там температура чувствительная и механочувствительная То есть была классификация каналов по активации. Второй классический способ классификации каналов – это по основному типу проникающего иона. Ну, это понятно, натриевые, калиевые, кальциевые, хлорные, менее селективные каналы. Были еще такие экзотические всякие фишки, вроде классификации ионных каналов по действию специфических легандов. Там кальциевые каналы L-типов в старой литературе можно увидеть название, что их называют рецепторами дегидроперидинов. Проблема с точки зрения… Ну, это все функциональные, как вы видите, классификации. Проблема для молекулярной эволюции в том, что, как вы понимаете, вот все эти типы классификации никакого отношения к эволюции не имеют. То есть могут иметь, а могут и не иметь, потому что, как вы понимаете, гомологии и аналогии здесь различить невозможно. Поэтому вот, собственно, разговор о ионных каналах и их молекулярной эволюции серьезный стал возможен именно с наступлением структурной эпохи. И еще вот интересное оказалось, что вот ионные каналы – это поразительно разнообразное семейство белков. Я ничего не хочу сказать обидного про рецепторы с опряженными белками, но, в общем, все они более или менее, так сказать, гомогенные. Все те же семь столбов трансмембранных, значит, там домен внутри, домены внаружи, там какие-то петли различаются, но, в общем, это в какой-то степени однотипные белки. Если вы посмотрите вот на структуры нескольких типов ионных каналов, которые вот здесь представлены, то мы увидим сразу, что вот разные классы ионных каналов структурно ничего общего друг с другом не имеют. То есть, интересно то, что природа много раз с абсолютно явно независимым образом создавала белки, которые являются ионными каналами. Вот почему это так произошло? Почему ионные каналы эволюционно имеют совершенно разное происхождение? Вот зачем природе понадобилось вот столько раз создавать ионные каналы? Вот это, конечно, никто не знает, но из этого можно понять, что вот разговор о молекулярной эволюции именно ионных каналов, он очень важен. Потому что вот кто кому родственник, а кто кому не родственник, и в какой степени, это, так сказать, вопрос очень и очень неоднозначный. И вот некоторые вещи я сейчас постараюсь пояснить. Что типично и необходимо для ионных каналов? Ну, понятно, что это управляемый транспорт ионов. Значит, для них нужна, собственно, трансмембранная опора. Поэтому каналы, как всегда, имеют некоторые каналы, образующие домены. И это должен быть управляемый транспорт ионов. То есть, должен быть управляющий домен. То есть, практически все, большинство, чтобы быть аккуратным, большинство известных ионных каналов, это так называемые мультидоменные белки, имеющие, как правило, как минимум два основных домена. Это управляющий домен и каналообразующий домен. При этом, еще надо учитывать, что большинство ионных каналов состоит из нескольких субъединиц. Там есть, господи, вот есть еще и тримеры, есть тетрамеры, пентомеры, гексомеры. То есть, вот, помимо того, что в каждой субъединице может быть несколько доменов, еще, значит, функциональный ионный канал, как правило, состоит из нескольких субъединиц. А исключение, там, типа, вот, потенциал управляемых натриевых и кальциевых каналов, там одна субъединица, но это, на самом деле, четыре субъединицы, просто сшитые в одну длинную полипептидную цепь, на самом деле, это такие псевдотетрамеры. То есть, вот, надо себе представлять, что есть субъединицы и домены. Вот, просто, так сказать, парочка примеров. Вот, вот, вот это вид в плоскости мембраны, потенциал управляемого кальевого канала. Вот, четыре субъединицы покрашены разным цветом. И мы прекрасно видим, что вот в центре, вот это каналообразующий домен. Вот он формирует вот здесь центральную пору. А вот эти четыре довесочка, это как раз потенциал чувствительной домены этого канала. А вот второй пример, это ионотропный рецептор глутамат. На этот раз это, вот, что называется, вид сбоку. И посмотрите, как тут тоже прекрасно видно. Вот, это N-терминальные домены, всех четырех субъединиц. А вот это глутамат-связывающие домены. И вот это, наконец, это трансмембранные домены этого рецепта. А для чего я хотел это показать? Что, вот, как правило, не все это очень хорошо понимают, хотя слово домен употребляется очень часто. Вообще говоря, что такое домен? Это часть белковой молекулы, которая имеет свою структурную обособленность. И вы прекрасно видите, как обособлены структурно вот здесь эти домены. Во-вторых, домен должен иметь, чтобы называться доменом, свою функциональную нагрузку. Вот, поэтому я всегда говорю, каналообразующий, там леган чувствительный, потенциал чувствительный домен. Но самое здесь для нас важное в том, что домен, как правило, домен имеет свою собственную эволюционную историю. Поэтому, когда мы говорим о молекулярной эволюции и происхождении мультидоменных белков, то вообще говоря, говорить об этом вот с точки зрения вот чего-то одного, строго говоря, несправедливо. Потому что каждый домен может иметь свое эволюционное происхождение. Ну, это, грубо говоря, так сказать, вот, простите за такую аналогию, как семья, да, так сказать, у мужа и жены, у каждого из них свои предки. Хотя вместе они образуют функциональную семью. Также и мультидоменный белок, он состоит из нескольких доменов, каждый из которых имеет происхождение, ну, может быть, самое разное. Такой вот классический пример, который я всегда привожу, ну, прошу прощения тех, кто его уже, у тех, кто его уже несколько раз слышал. Вот сравним два типа рецепторов. Это никотиновые холинорецепторы и анотропные рецепторы глутамата. Ну, я думаю, не надо пояснять, что у нас с вами это либо нервномышечная передача в скелетных мышцах, холинергическая, либо основная возбуждающая передача в центральной нервной системе, это глутаматная. Вот какие были, что представлялись людям вот в доструктурную эпоху? Значит, смотрите, оба канала участвуют в синаптической, в быстрой синаптической передаче. Оба, естественно, легант активируемых каналов. Для обоих характерно явление десенситизации, то есть после активации они некоторое время генерируют ток, а потом перестают. Оба канала катионно-селективных, причем проницаемые, это такие слабоселективные катионные каналы, хорошо проницаемые для натрия и калия, в большей или меньшей степени проницаемые для кальция. Больше того, некоторые леганды, значит, там какие-нибудь каналы-блокаторы одинаково действуют и на те, и на другие. Поэтому в доструктурную эпоху были представления о том, что существует некоторое вот большое суперсемейство легант-управляемых каналов, которые, да, в процессе эволюции, ну, у них, у одних развилась специфическая чувствительность к одним активаторам, значит, там у других к другим, там, соответственно, там к цитилхолину и глутамону. Однако, вот как только стали появляться структурные данные, оказалось, что вот такое предположение, вот, не имеет ничего общего с действительностью, как говорится, от слова совсем. Это просто кусочек, ну, вот, точнее, такой, в разрезе двух субъединиц, это кусочек канала образующего домена. Вот это глутаматный рецептор, а вот это потенциал управляемый калиевый канал, точно так же две субъединицы, вырезан соответствующий кусочек. И мы видим с точки зрения структуры, что это практически одно и то же. Две трансмембранные спирали и вот такая характерная внутримембранная петля между ними, которая образует самую узкую часть канала. И вот, как только стали ясны на уровне, вот, пространственной структуры какие-то сходства, что вот такого уровня сходства есть между этими вещами, что вот тут-то сомнения в том, что вот это между собой несомненные родственники, вот тут всякие сомнения опали. Потому что, ну, на сегодняшний день невозможно себе представить, что вот такая степень сходности укладки белковой цепи, не была бы результатом их общего происхождения. Поэтому вот к нашему удивлению, ну, к нашему научному миру, значит, работающих с ионными каналами, собственно, канал, образующий домен глутаматного рецептора, оказался родственником вовсе не холина рецепторов, а как раз потенциал управляемых калиевых, кальциевых и натриевых каналов. Хотя там абсолютно разные механизмы активации, хотя там совершенно другая ионная селективность, но тем не менее это родственники. Другой домен глутаматного рецептора – это, естественно, домен, который связывает глутамат. И здесь структурные исследования позволили найти родственников предшественников. А вот здесь, опять же, рентгенно-структурные данные, соответственно, узнающего домена глутаматного рецептора и глутамат, связывающего белка из шерихиколя, который никакого отношения вообще не имеет к ионным каналам от слова «совсем». Но вот посмотрите, вот некоторые паттерны спиралей, место, где связывается глутамат и вообще общее устройство, они очень сходны друг с другом. И опять же, вот сходность этой пространственной укладки однозначно свидетельствует о том, что это если не родные братья, то там троюродные кузены совершенно точно. Вот мы видим, опять же, что два домена ионотропного рецептора глутамата, трансмембранный домен, который обеспечивает транспорт ионов и управляющий домен, имеет каждый своих предшественников, но это совершенно разные самостоятельные предшественники. Как мы сейчас себе представляем молекулярное происхождение глутаматных рецепторов ионотропных? В какой-то момент в результате рекомбинации генов между двумя доменами мембранного глутамат-связывающего белка как бы встроился кусок соответствующий к калиевому потенциалу образующему, прощу прощения, к каналу образующему домену калиевого канала. Ну а потом уже, так сказать, в процессе эволюции добавился еще один трансмембранный сегмент и получились современные рецепторы глутамата. Такие вот эволюционные концепции обычно имеют колоссальную проблему. Мы не имеем обычно в руках промежуточных звеньев. Но здесь вот произошла очень интересная вещь. Удалось найти как раз недостающее промежуточное звено. Причем нашли его тоже очень интересно. Хитрые ребята просто сделали поиск по базам данных последовательности, в котором они задали с одной стороны вот типичную сигнатуру калиевого канала, которая очень высоко консервативна у всех калиевых каналов с селективным фильтром. И с другой стороны, так сказать, признаки сочетания аминокислотных остатков, которые характерны для глутамат, связывающих белков вот этого типа. И нашли таки в одной какой-то бактерии, спаси богу, уже не помню какой, нашли белок, который имел и то, и другое. И этот белочек сделали и экспрессировали, и электрофизиологически измерили, и получили, так сказать, вот недостающее промежуточное звено. Это глутамат, управляемый калиевый канал. Напомню, что все рецепторы глутамата современные, они не являются калийселективными, они проницаемы для натрия калия и кальция. То есть вот этой сигнатуры калиевых каналов селективности в них нет. Вот так что в данном случае вот действительно промежуточное звено в эволюции было найдено, значит, идентифицировано, и вот сейчас вот в такой вот схеме, которая здесь представлена, в общем, никто не сомневается. И таким образом мы приходим вот из анализа структур в том, что вот семейства с точки зрения эволюции, они вовсе не по типу проникающего иона, они не по механизму активации. Они, во-первых, так сказать, свои для каждого типа домена. И вот что касается канала образующего домена, вот сейчас всеми рассматривается так называемое суперсемейство пи-луб-каналов. Это вот каналы, имеющие, соответственно, характерную укладку канала образующего сегмента. И вот к нему сейчас относят на основании структурных исследований. Это вот классические калиевые, кальциевые и натриевые каналы и анатропные рецепторы глутамата. Также в это семейство по типу их канала образующего домена относятся каналы, активируемые циклическими нуклеотидами. И, что интересно, вот TRP-каналы, они все тоже по своему типу канала образующего домена, они тоже относятся к этому суперсемейству пи-луб-каналов. Как видите, абсолютно функционально разные ионные каналы с абсолютно разными и механизмами, активациями и селективностью. Тем не менее, с точки зрения молекулярной эволюции их канала образующих доменов, они относятся к одному и тому же семейству. Ну вот мы говорили о том, что вот никотиновые холейные рецепторы, они относятся к другому семейству. И таки да, можно, опять же, для основных доменов никотиновых холейных рецепторов найти своих родственников. Ну вот, например, бактериальный протон-активируемый ионный канал. Как вы понимаете, синаптическая передача у бактерий, она им не нужна. Но, тем не менее, вот опять же рентгеновские структуры, вот одного, вот другого, вид сбоку, вид в плоскости мембраны. Значит, укладка цепи, пентомерная организация самой структуры одна и та же. Как видите, мы очевидно видим предка современных никотино-холиновых рецепторов. Вот у бактерий, которым, ну, наверное, гомологичный рецептор был нужен для кислотной чувствительности. Если мы, например, посмотрим отдельно легансвязывающий домен никотиновых холейных рецепторов, опять же, ну, здесь уже не у бактерий. У моллюсков мы можем найти, опять же, отдельный белок, не имеющий никакого отношения к ионным каналам, который очевидно гомологичен, который тоже связывает ацетилхолин. Вот, пожалуйста, та же самая пентомерная организация, та же самая, в общем, укладка основных петель и спиралей, те же самые связывания легандов в интерфейсах между отдельными субъединицами. То есть мы видим прежде всего, что вот ионные каналы, они, в принципе, строятся такими большими блоками-доменами. И что разные белки и разные каналы могут как бы этими доменами обмениваться, разные новые типы каналов могут образовываться путем нового сочетания тех или иных доменов. И вот поэтому такая доменно-субъединичная организация с независимой эволюцией, в принципе, отдельных доменов – это одна из важных черт молекулярной эволюции ионных каналов. Теперь немножечко о том, естественно, вот молекулярная эволюция каналов просто, значит, такой большой блоковой игрой в разные домены не ограничивается. В рамках одного и того же домена с одним и тем же паттерном укладки белковой цепи тоже могут происходить эволюционные изменения, которые как раз нам будут обеспечивать в рамках одного и того же фолдинга, в рамках одного и того же домена большое изменение и большое разнообразие свойств. В частности, вот к тому же семейству, что и никотиновые холинорецепторы, которые, как вы понимаете, являются катион-проводящими каналами, сейчас относят и рецепторы ганг, которые, как вы понимаете, опять же, это хлорселективные каналы. То есть, вот абсолютно противоположная селективность, да, и тем не менее они считаются родственниками, достаточно близкими, по крайней мере, с точки зрения организации их каналообразующих сегментов. Так вот, было показано, как сказать, просто напрямую, что на самом деле всего несколько точечных мутаций в каналообразующих сегментах способны практически полностью инвертировать нам селективность. То есть, если мы возьмем канал никотинового холинорецептора и сделаем там всего, по-моему, три точечных замены, ну, мы получим, конечно, не полностью хлорселективный канал, но все-таки это будет канал, который будет лучше проводить хлор, чем натрий. Таким образом мы видим, что вот в рамках одного и того же домена сравнительно небольшими точечными мутациями мы можем получить богатое разнообразие свойств. Вот, собственно, откуда у нас берется то, что каналы близкородственные с точки зрения их происхождения, они могут иметь совершенно разные функциональные характеристики. То же самое можно сказать и о суперсемействе пилуб-каналов, о котором я уже тоже упоминал. Во всех в них селективность определяется вот несколькими аминокислотными остатками, вот в той самой характерной для них П-петле. Вот эти вот П-петли, они образуют наиболее узкую часть канала, где и происходит отбор того, какой будет проходить ион. И вот здесь, значит, показаны последовательности нескольких представителей типичных, это там калиевые каналы, натриевые каналы, кальциевые каналы, ТРП и глутаматные каналы, и жирненьким показаны вот как раз, собственно, остаточки, образующие селективный фильтр. Мы видим, какое здесь большое разнообразие, и какое, соответственно, этими заменами кодируется большое разнообразие свойств с точки зрения ионной селективности соответствующих каналов. На сегодняшний день, благодаря всяким структурным исследованиям, мы хорошо представляем себе, ну как хорошо, это мы так думаем, что хорошо, но на самом деле более или менее, если быть честным. Имеем представление о том, как именно вот эти конкретные остатки, они формируют селективный фильтр, и как происходит биофизика, значит, отбора того или иного иона, который будет через канал проходить, и, соответственно, отсекание тех ионов, которые, значит, нужно не пускать. Как правило, как вы видите, это такие вот мультийонные комплексы, в которых ионы взаимодействуют с каналом, ионы взаимодействуют друг с другом в очень специфической манере. И вот от малейших деталей этого строения будет зависеть то, какой ион через канал пойдет, то, какой ион через канал не пойдет. Огромную роль в этом отборе являются размеры и прочность гидратных оболочек иона. То есть не только здесь важно взаимодействие иона с остатками селективного фильтра в ионном канале, а его взаимодействие с молекулами воды из первой гидратной оболочки. То есть фактически всегда что происходит? Никогда ион не идет через канал, ну, как вода течет по трубе. Всегда происходит в той или иной степени, часто полностью, ион должен сбросить полностью гидратную оболочку, и контакты с молекулами воды, которые у иона в растворе, заменяются на контакты этого иона со специфическими группами в ионном канале. И вот если как бы селективный фильтр построен так, что ион легко меняет одних на других, тогда этот ион будет очень хорошо проходить. Ему, скажем так, с точки зрения энергетики, ничего не стоит сбросить воду и войти в ионный канал. Более того, так сказать, там будет энтропийный выигрыш за счет сброшенных молекул воды. Если же эти контакты оказываются немножечко не такими, какими у него были с водой, то все, это становится энергетически невыгодным процессом, и ион в такой селективный фильтр не пойдет. Да, вот вы видите, значит, большое разнообразие. И если вы посмотрите вот на другие вот остаточки вот в этих P-петлях, которые не балдом сделаны, а тоненькими черепами, я не знаю, хорошо ли вам видно, но все, что вы должны, место, которое вы должны увидеть, что там тоже очень большое разнообразие. Вот, собственно говоря, причина, почему пока не было структур, это очень трудно было поймать. Потому что, собственно говоря, гомоология аминокислотных последовательностей просто у дальних родственников оказывается настолько низко, что их родственность просто не поймать. То есть там, может быть, там 10-15-20 процентов, ну это вот, это почти ничего. Это нельзя сказать, что вот по такой гомологии, вот, ну, в смысле, можно выявить родственники этой или не родственники. Очень большое разнообразие. Не только в селективных фильтрах, а и вообще во всех последовательствах. А что все-таки тогда, то есть, тогда вопрос, а что все-таки, так сказать, там должно быть что-то консервативное, что, собственно, определяет укладку белковой цепи и что позволяет нам судить вообще их, о том, что это каналы родственные. Есть очень консервативные вещи. Это паттерны специфических взаимодействий, которые, собственно, и задают определенную укладку белковой цепи. Вот просто один простой пример. Опять возвращаюсь к калиевым каналам, к каналам глутаматных рецептов. Ну и просто, так сказать, только один из примеров, ну и просто то, чем я занимался, то, что я просто хорошо знаю, значит, влют. Мы увидим, что, несмотря на общее разнообразие, некоторые вещи в разных... Вот посмотрите, они достаточно далеко друг от друга по последовательности, но есть некоторые высококонсервативные остатки. Но они нереальные. Они в одном месте, там вторые через десяток, там последние еще через десяток. Казалось бы, какая между ними вот связь? Если мы все эти аминоконсервативные остаточки просто подсветим на трехмерной структуре, то мы увидим, что хотя они и разнесены по аминокислотной последовательности, в трехмерном пространстве они образуют вот этот вид сбоку. Они все оказались на одном уровне. Это вид в плоскости мембраны. Они формируют жесткое кольцо. Причем, когда мы перейдем к рассмотрению того, не просто, где они находятся, а вот конкретно в атомарном разрешении, мы увидим, например, с тому, что вот этот остаток аргинина, вот здесь, вот он, он образует очень тесный стекинг-контакт, это консервативный аргинин, вот с этим вот остаточком трептофана, который вот находится совершенно в другом месте по последовательности. Тем не менее, в пространстве они образуют высокостабильный энергетический контакт, то есть это как раз стабилизаторы трехмерной структуры. Вот они должны быть консервативны, вот они должны в гомологических каналах сохраняться, и они, собственно говоря, будут поддерживать стабильную укладку трехмерной, общей трехмерной структуры канала. Ну и вообще белка, это вот, кстати, ничего такого супер особого для ионных каналов-то нет, это такие общие штуки, для того, чтобы вот поддерживался фолдинг. То есть общая гомология, сколько там в последовательности одинаковых там, не значит, значит очень мало. А вот гомология высококонсервативных контактов, которые играют роль стабилизаторов трехмерной структуры, вот, собственно, по ней можно найти родственников и определить степень родства. Потому что вот если мы возьмем вот такие же паттерны высокоэнергетических контактов и рассмотрим их в нескольких примерах разных каналов вот этого пилук-семейства, то есть вот там вот ТРП, там бактериальный канал входящего выпрямления, канал, активируемый циклическим нуклеотидом, это тоже натриевый канал. Мы увидим, что несмотря на то, что вот каналы разные, свойства разные, но в принципе вот этот вот циклический паттерн контактов в трехмерных структурах, он высоко консервативен, он сохраняется, и вот именно он и поддерживает эту общую для них, для всех трехмерную структуру. Более того, мы можем заметить еще некоторые интересные особенности. Вот иногда бывает контакт, вот как здесь, например, это уже не там П-сегменты, это уже вот канал, образующий так называемый внутренний спираль, тоже осылает высылок. Вот в калиевых каналах мы видим вот такой вот контакт, консервативный гидрофобных заместителей. А вот в натриевом канале мы видим, что есть коррелирующая мутация. Оба эти заместителя заменены на полярные остатки аспарагина. Они образуют между собой водородную связь. То есть видите, и нет ни одного существующего канала, в котором один был бы гидрофобный, а второй был бы полярный. То есть это коррелирующая мутация. То есть даже сами заместители могут стать другими, но контакт между ними остается консервативным, и это обеспечивает консервативность, ну и возможность этому каналу тоже существовать и работать. Вот то, на что я хотел обратить ваше внимание при вот такой вот микроэволюции, собственно говоря, уже внутри отдельных доменов. Маленькое такое замечание. Вот то, о чем мы все говорили, это мутации типа замена. Один микрослотный остаток меняется на другой. Но помимо замен бывают еще и инделы, то есть делятся и вставки, да? И тут вот у каналов, казалось бы, есть огромная проблема, особенно в каналах образующих сегментов. Потому что каналах образующих сегментов, это, как правило, альфа-спирали. Почему альфа-спирали? Ну, если понятно, да? Это сегмент, который должен входить в гидрофобную мембрану. Пептид вообще, так сказать, в гидрофобную область очень плохо лезет, просто потому что полярные целые наш группы этому мешают. И самый лучший способ убрать от контакта с внешним окружением все полярные группы, да, полипептидные цепи, это сделать альфа-спираль, в котором все эти целые наш группы будут внутри вдруг сами на себя замкнуты, а наружу будут выставляться только боковые цепи. И тогда, если эти боковые цепи достаточно гидрофобны, то такая структура лезет в мембрану за милую душу. И вот альфа-спираль, казалось бы, абсолютно нетолерантна к дилециям и вставкам, да? То есть представьте себе просто вот скрученную спираль, и где-то в ее середине появляется или исчезает один остаток. Тогда как бы ориентация всех остальных, они же строго связаны друг с другом, меняется чуть ли не на 90 градусов. Понятно, что при такой мутации, которая на 90 градусов меняет ориентацию всех соседей по всей дальше спирали, она будет приводить к тому, что вот специфические контакты, которые необходимы для функции канала, будут просто потеряны, ну, тут к бабке не ходи, все это тут же развалится. То есть, казалось бы, вот трансмембранные сегменты ионных каналов вот очень нетолерантны к дилециям и вставкам. Однако, вот, ну вот я не знаю, опять же, вот это Господь Бог, который все это конструировал, так сказать, ну, как ни назовите. Значит, есть способы, благодаря вот тому, как устроены наши аминокислоты, какие биофизические свойства, есть механизмы биофизические, которые позволяют и обеспечивают толерантность вот именно к таким мутациям. Помимо альфа-спирали, это, ну, биофизики знают, не биофизика, значит, вот пусть узнают, помимо классической альфа-спирали существует еще два вида спирали. Это спираль в 3,10, то есть в альфа-спирали 4 аминокислоты на виток. В 3,10 спирали 3 аминокислоты на виток. И есть Пи-спирали, которая имеет 5 аминокислот на виток. Значит, обе эти спирали, в принципе, энергетически менее стабильны, чем классическая альфа-спираль. Однако, тем не менее, существуют и в белках встречаются. И вот одним из механизмов эволюции является то, что когда в канале появляется делеция или вставка, вот в этом месте образуется либо виточек 3.10 спирали, либо виточек, соответственно, в случае вставки P спирали. И тогда ориентация соседей, ну вот тут просто показано два примера, вот один со вставкой, другой без, а ориентация соседей осталась та же самая, потому что произошел переход одного витка в 3.10 спирали. И здесь точно самое, не знаю, насколько репрезентативные тут картиночки, вот произошла вставка в аминокислотную последовательность, ориентация соседей сохранилась, потому что вместе в вставке образовался виточек P спирали. Таким образом, вот, на мой взгляд, красивый пример тому, как биофизика, значит, вот аминокислот, она, значит, вот тоже подстроена под эволюцию. Но осталось совсем немного времени, и я перехожу, значит, в самые главные части доклада. Но это, как всегда, у любого докладчика похвала самому себе, потому что, ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит себя. Вот. Вопрос такой риторический, зачем нужны все эти эволюционные игрушки, собственно, тем людям, которые с молекулярной эволюцией ионных каналов, ну, не занимаются. Которые занимаются, например, там, не знаю, дизайном новых формологических агентов, значит, в медицинских целях, как я говорил, это, значит, ну, это популярные мишени. Вот. Дело в том, что даже и сейчас, и в обозримом будущем, мы, очевидно, никогда не будем иметь данных рентгеноструктурного анализа или КРИОИМ, грубо говоря, для всех интересующих нас каналов, во всех интересующих нас функциональных состояниях и со всеми интересующими нас легандами. Ну, просто потому, что это очень дорого. Поэтому для неизвестных вещей, а хочется же, да, используется подход, называемый гомологическое моделирование. Ну, понятно, что вот само слово гомологическое, оно тут же отводит нас к эволюции. То есть, когда мы не имеем, например, структуры нужного нам ионного канала, мы можем посмотреть структуру его достаточно близких родственников, если мы умеем их идентифицировать, проанализировать, значит, сходства и различия и представить себе, как должен быть устроен неизвестный нам канал, ну, и попытаться уже с этой моделью работать, например, предсказывая ее леганды. Вот такой вот подход. Ну, на самом деле, вот обычный подход модели, то же самое, когда мы изучаем там физиологию человека на моделях каких-нибудь крыс. В общем, примерно, собственно, то же самое. Нужно понимать, какие данные на крысах можно переносить на человека, а какие нельзя и почему. То есть, надо представлять себе пути, значит, некоторой эволюции, работая с некоторой моделью. И вот 20 лет назад мы довольно активно работали вот как раз с ионными каналами глутаматных рецепторов. Никаких рентгеноструктурных данных о глутаматных рецепторах тогда не было, а рентгены калиевых каналов уже были. И вот та же самая картинка. Проанализировав консервативные остаточки, мы как бы решили, что на самом деле вот канал, образующий сегмент глутаматного рецептора, должен быть очень похож на канал глутаматного рецептора. Но вот именно потому, что вот именно консервативные штуки, больших вставок и делеций нет, решили, что должно быть очень похоже на основании вот этих представлений об их высокой гомологии. Хотя это, я повторюсь, разные каналы. Есть калиевые каналы, калиевые каналы имеют калиевую селективность, эти каналы имеют совершенно другую селективность. Но мы предположили, что вот у них укладка одна и та же, а различия в селективности обеспечиваются локальными мутациями в селективном фильтре. И вот последняя, значит, модель, которую мы построили, вот она была опубликована в 2007 году, вот она, значит, достаточно высоко похожа на соответствующую структуру калиевого канала, опубликованную там несколькими годами раньше, и которую мы использовали как вот структурный шаблон для построения своей модели. Однако дальше нас ждало большое расстройство, потому что в 2009 году появились первые рентгеновские структуры глутаматных рецептов. И в этих структурах все оказалось существенно по-другому. Вот опять же, это наложение вот той же самой нашей модели на структуру первого опубликованного глутаматного рецепта. Сходство есть, но очень отдаленное. По крайней мере, вот, ну, там на несколько витков спирали все смещено, все как-то по-другому ориентировано. Ну, мало похожего. Мы, честно говоря, расстроились, ну, обидно было, что мы это моделировали, мы прогнозировали, мы анализировали данные. Вот появляется рентгеновская структура, казалось бы, прямые экспериментальные данные, которые говорят о том, что вот все, что вы там намоделировали, это, в общем, имеет очень малое сходство с действительностью. Однако время шло, методы рентгеновского структурного анализа совершенствовались. Прошло 10 лет. И последние рентгеновские и крио-эм структуры, вот, образца 2019 года, вот их наложение на ту же самую модель нашу, 2007 года. Как мы видим, через 10 лет структурщики пришли к тому, что мы предполагали еще лет 15 назад. Вот на основании именно гомологического моделирования. Вот это, вообще, так сказать, некоторая картиночка, это насколько структуры глутаматных рецепторов, экспериментальные, похожи на калиевый канал. Как вы видите, первые структуры, это просто отклонение от С-альфа-атомов аминокислотных остатков. Первые структуры, ну, совсем не похожи, да, там, 4, 6, больше 10 ангстрема отклонений. Если мы, мы, а вот черненькое, это то, что мы в своей модели предполагали. Вот такие у нее были отклонения. Если мы посмотрим на эволюцию, вот, с 2009 года, насколько эти структуры экспериментальные эволюционировали, то мы видим, что они действительно эволюционировали в направлении все большей и большей похожести на структуру калиевого канала. И вот структура 2019 года, она, в общем, демонстрирует такие же примерные отклонения от калиевого канала, которые демонстрировала и наша модель седьмого года. Ну, и вот устройство селективного фильтра, значит, которое мы предполагали, оно тоже, вот, вот, что только не предполагали в разных структурах, да, вот, совершенно были разные структуры. Однако самые последние структуры, они очень похожи, опять же, на то, что мы предполагали достаточно много лет назад. И, ну, это, конечно, да, это некоторое хвастовство, что скрывать, но оно будет призвано показать, что вот этот вот прием гомологического моделирования, основанный в сути своей на понимании механизмов молекулярной эволюции, он может работать для вполне конкретных вещей. Потому что мы же свои модели использовали для того, чтобы предсказывать посадку легандов и разрабатывать новые каналы-блокаторы. И вот, пожалуйста, вот те модели и те посадки легандов, которые мы предсказывали вот в седьмом году, вот их наложение на, опять же, современные крио-эм-структуры этих самых комплексов. Да, некоторые различия есть, но, как вы по ним видите, тут вот основное место посадки, как бы основной способ посадки, ориентация легандов, все очень хорошо совпадает между предсказаниями и самыми современными структурами. Это вот к тому, как, в принципе, понимание путей молекулярной эволюции может работать не просто на эволюционную теорию, а как оно может работать вот на современные задачи и биохимии, и фармакологии, и физиологии, ну вот в таком ее понимании слова. Вот на этом, собственно, все. Благодарю. Спасибо большое, Денис Борисович. Коллеги, на несколько вопросов время точно есть. Или можно за чашечкой кофе. Или за чашкой кофе. Все заслужили. А можно я спрошу? Можно, Михаил Борисович. А вот какое все-таки, ну, как бы, вот вы привели пример с 3 и 5 кислотными отклонениями вот стандартного 4-х кислотного шага. Понятно, что это дестабилизирует структуру. А как бы, что приобретаем взамен? Почему это все-таки консервируется в эволюции такое вот? Что консервируется еще? Ну, вот когда происходит либо вставка, либо дилекция, понятно, что это дестабилизирует структуру. Нет, это возможность, вообще говоря, эволюционировать. То есть сначала происходит вставка и дилекция, поэтому она не убивает канал вообще. А дальше канал получает возможность уже подстраиваться и эволюционировать. То есть это не является killing mutation. То есть это дает возможность более разнообразить структуру. И дальше этой структуре уже эволюционировать. Вот этой новой совставкой или дилекция. То есть это переходная форма всегда, да? А может и нет. Там, например, вставки и дилекции за счет того, что они менее стабильны, они могут, например, играть роль некоторых изломов. Они могут обеспечивать какие-то шарнирные части. То есть, ну, там это целый мир, конечно. Но во всяком случае это дает возможность разнообразить дальше молекулярную эволюцию. И вести дальше. Не то, что вот эта структура спирали как сформировалась, так и типа вот и суждено веки вечные существовать. Спасибо. А можно вопрос? Да, конечно. Добрый день, Казань. Эля Бухараева. Денис, большое спасибо. Классный доклад. Мне очень понравилось. Отлично. А вот я понимаю вашу глубокую любовь к лутаматному рецептору, но у меня вопрос по никотиновому рецептору, что тоже, в общем, понятно. Скажите, пожалуйста, ведь есть у никотинового рецептора эмбриональная субъединица. Вот есть ли структурные различия в эмбриональной субъединице, вернее, рецепторе эмбрионального типа и взрослого? И было ли сделано какое-то гомологическое моделирование? Наверное, да. Я просто не знаю. Вот я просто не в курсе. Можно посмотреть, я могу посмотреть в Protein Data Bank, нет ли, например, структур с эмбриональной. Я не знаю, наверняка специалисты этим занимались, просто не могли обойти этот вопрос. Просто вот я не знаю. Понятно. Спасибо. Спасибо за доклад. Классно. Александр Михайлович Горбушин. Это не Александр Михайлович Горбушин. Александр Михайлович, вас не слышно почему-то. Окей. Хорошо. А можно мне вопрос? Конечно, Николай Петрович. Денис Борисович, скажите, пожалуйста, я вас с ваших блестящих, так сказать, изысканий конкретных механизмов биофизических немножко в эволюцию хочу столкнуть. Скажите, пожалуйста, все-таки можно ли поставить вопрос так, что было самым ранним вообще в эволюции, когда природа изобрела регуляцию, вообще регуляцию с помощью метаботропных и выскочил я, биолатропных, соответственно, да, рецепторов. Вообще ведь проскакивают в литературе данные, что уже у одноклеточных есть, может быть, не совсем те же самые, но механизм был изобретен. Вот что вы на этот счет думаете? Значит, кажется, нечего тут думать. Вот к нашему с вами, хотя человек там это царь природы, но в этом смысле все сделано на уровне бактерий. То есть, во-первых, вот если мы рассматриваем как бы структуры различных доменов, да, ионных каналов и подавляющего большинства других белков, то вот фолдинги основные все сделаны на уровне бактерий. То есть, вот все многоклеточные, так сказать, добавили в это дело там 3 копейки. Вот все основные паттерны, все основные вот фолдинги и ионных каналов, и я думаю, о других белков, это все сделано на уровне бактерий. Потому что только бактерии в силу своего, ну, понятных свойств, там, простаты генетического аппарата, колоссальной скорости, колоссального числа, они имели достаточное как бы время и возможности, чтобы отлаживать вот то, как будут уложены белки. То есть, все остальные вот пририсовывали вот к этому только бантики. И каналы, как видите, находим бактериальный, вот, пожалуйста, бактериальный калиевый канал, управляемый глутаматом. Ну, это, собственно, почти то же самое, то, что мы сейчас имеем. То есть, со времен бактерий в этом отношении вот дальше все в основном строится из этих кубиков с небольшими прикрасами. То есть, и, как говорится, если мы еще видим какой-нибудь белок, у которого нет бактериального предшественника, то, скорее всего, его просто еще не нашли. Вот. Понятно. Спасибо. Спасибо. То есть, дальнейшая эволюция работала с тем белковым, как правило, материалом, который наработали. Для нас бактерии. Ну, да. Принципиальные вещи. Шахматы придумали бактерии, а уже гроссмейстеры или не гроссмейстеры перекладывали игры так, как им нужно было. Ну, да. Кирпичи делают простые рабочие, а там уже там зодчие возводят из них хромные. Да. Но без кирпичей никак. И зодчие кирпичи сами не производят. Спасибо. От Кирпичи. Может, вопрос? Кирпичи. Спасибо. Очень содержательный, интересный заказ. Полностью присоединяюсь. И вот Александр Михайлович написал. Известно ли билатеральный организм без потенциалозависимых с натриевых каналов? Какими дефектами может обладать нервная система таких бедолагов? Понятия. Вот отвечу как на духу. Понятия не имею. Ну, просто никогда этим вопросом не занимался. Не знаю. Понятно. Спасибо. Коллеги, угодно ли из зала, может быть, кому-то задать? Тут микрофон. Да, Лев Гешевич. Да. У меня вопрос. Спасибо за доклад. А вопрос у меня связанный с тем, как мы употребили термин эволюция структур. Несомненно, это в переносном смысле. То, что вот в 2009-м была одна структура, и она оказалась неточной, а в 2019-м как раз появилась новая структура, говорит о том, что к структуре мы не можем относиться как к иконе. Вот большая радость. Открыли структуру того или иного биологически важного белка. И все. Мы смотрим на это, как на то, что уже есть полное понимание того, что это вот истина в последней инстанции. Почему получается так, что это не истина в последней инстанции? Почему нельзя верить структуру, которая была опубликована 10 лет тому назад, потому что через сколько-то лет, после этого появится полная противоположность уже объявленной структуры? Полиция, ну на самом деле суть-то в том, что любой метод имеет конечную точность. И когда мы говорим о разрешении структуры большого белка, то вот обеспечить там высокую точность, это очень сложно, и это очень непростые процедуры, как, например, так сказать, вот собственно из рентгенограммы получают трехмерную структуру. Там очень много неоднозначных решений, там очень много естественных решений. Потому что то, что они получают, они получают, ну даже там вот карты электронной плотности, те или иные там, да? Это все-таки некоторая ограниченная точность. Ну и не все структурщики очень одинаково, скажем так, скурпулезны в этой оценке. А термин эволюция я употребил, конечно же, в переносном смысле, но вполне осознанно. Потому что вот если мы, ну все, презентацию свернули, наверное, да? Если бы мы... Можно запустить. Ну ладно, ничего особенного. Если мы посмотрим, как они... О, да, Мерси, можно я несколько слайдов назад? Нет. Другая. То там действительно, вот не просто уточнялись вещи, а это была эволюция. То есть первые структуры были далеко от структуры калиевого канала, а постепенно, год за годом, они становились все ближе, ближе и ближе. То есть это такое было направленное движение, ну в смысле приближение к структуре калиевого канала. То есть в переносном смысле я вот это, прошу прощения за вольность, обозвал эволюцией. Потому что это вот именно усовершенствование, усовершенствование, оно оказывается, вот имеет определенный тренд. Вполне конкретно. Без структурного анализа был тем же самым. А, в смысле? В смысле, что кристаллы получали из того же самого материала. Конечно нет. Конечно нет. Там огромная вещь была, например, связана тем, что стали кристаллизовать более поздние структуры вместе со старгазином и другими тарпами. И вот это, например, тут же позволило сделать большой скачок в разрешении. Это вот просто, я хотя и не специалист, но вот это я точно знаю, что это был один из ключевых шагов, которые отличали ранние рентгеновские структуры от более поздних. Они стали их получать не просто так, а вместе со старгазином. Сюда можно сделать вывод, что появление структур тех или иных веществ это очень хорошо, замечательно, но нельзя к этому относиться действительно как истинно посредине. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А вот это совершенно... Очень жаль. Ну, такова селева. Ну, что делать. Это тоже метод и это тоже метод со своей внутренней там точностью, со своей внутренней аппроксимацией. И более того, значит, они там всегда можно прочитать, что там что-то достраивалось тоже при помощи определенного типа моделирования. И более того, есть еще и как бы помимо точности, есть еще и как бы естественного типа артефакты. Не всегда белок кристаллизуется в своей, собственно, функциональной и нативной конформации. То есть при кристаллизации, значит, в тех или иных условиях могут быть какие-то свойства белка искажены. Это просто... То есть даже если структура того, что из кристалля полученного определена абсолютно точно, далеко не факт, что сама по себе эта структура, это и есть нативная структура. В общем, именно поэтому, так сказать, вот после первой же структуры появлялось еще десяток другой, и это непрерывно развивающееся вот поле для исследований. Спасибо большое. Вот пришел по другому каналу вопрос от Валерии Жукова. Можно ли сказать, что все ионные каналы имеют общего предка? Вот нет, нельзя от слова совсем. Они имеют много независимых предков. Это совершенно точно. И это как раз особенность ионных каналов. И это как раз то, что делает вот изучение молекулярной эволюции ионных каналов вот такой проблемой. Потому что очевидно, что они не имеют общего предка. Но в каждом конкретном случае, конечно, надо этого предка искать. И выяснение, кто родственник, а кто нет, это нетривиальная задача. Спасибо. Александр Михайлович, у вас опять рука поднята. Это с прошлого раза? А, все, уже не поднята. Спасибо. Коллеги, я больше не вижу вопросов ни в чате, ни в зоне. Спасибо. Давайте поблагодарим Дениса Боисовича еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавали Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...